Пасмурный осенний день Я покажу вам бобровые плотины, которые они расположили на этой реке Плотит сверху и капает дождь, нам все равно Пойдем посмотрим бобровые плотины Ну что, пошли Сейчас мы находимся в долине реки Идем по верху обрыва И скоро зайдем до бобрового плотина О, чуть-чуть кабанчики поработали Не знаю, съедобен или нет, но я возьму его домой Кто не знает, вот это растение называется заячья капуста Она очень-очень вкусная и немного с кусятиной Кайф В долине реки все раньше чистые родники Истоптаны кабанами и превращены в везевые ванны Какое красивое место Такое чувство, как будто здесь обустроено берлогой медведя Надеюсь, что это не так А вот это натуральная хвоя Которую, думаю, видел каждый Ее можно заваливать в чай Но просто так есть я вам не советую Это маленький мухомор Пока что он выглядит безобидным Но через несколько дней сможет завалить ванны А вот здесь мы увидим наглядный пример Как кабаны обнажили корни деревьев И лучше на них не наступать Так как после дождя они очень скользкие А вот это загрязнение человека природы Это стекло потом может попасться Кого-нибудь животного На заднем фоне речка с огромным количеством маленьких плотин Но о них рассказывать мне будет неинтересно Я хочу найти и показать вам большую крупную плотину Кабаны повсюду Вся земля изрыта и истопана ихними копытками Продираясь через заросли Мы приближаемся к очень красивому и живописному берегу Это же небольшая семейка оленьих рожек А также это один из моих любимых грибов Видно донышко и так далее Мне интересно только одно О чем думали те люди Разбивая эту бутылку на такое красивое место? Оператор Ты жив? Сейчас мы видим с вами некоторые грибы Это сыроежки И с черной шапочкой чернушка Эти грибы Вот эти вот грибы Особенностью их не является то Что их можно есть сырыми Ты что время съел? А вот чернушечка Очень вкусный гриб Особенно если сделать из него Чареночку Я даже есть захотел Вы думаете что это камень Но Это был гнилой гриб А вот этот гриб думаю знают все Кто хоть раз ходил по грибы Это белый гриб Очень популярный А вот маленький белый грибок Он только вытащил свою шляпку из-под земли А вот это маслята Очень-очень вкусный гриб Но вряд ли вам получится пробовать его без белка внутри Так как он очень червивый Приятного аппетита если вы кушаете Чтобы пробраться на ту сторону Надо перебраться через заросли крапивы Так же из крапивы можно сделать крапивный суп А так же если вы поцарапались или поранились Возьмите листочек крапивы И приложите его к ранке И подержите Но об одном свойстве крапивы знают не все Это воспитательное И ладно бы это была простая крапива Но эта крапива еще вдобавок и мокрая Нас заметила Сойка Сейчас она подает сигнал всем жителям окрестной местности Что тут люди Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Крапив Рост выше человеческого Пока наш ведущий Приводит себя в порядок после небольшой аварии Мы пробиваем ему дорогу Ну что, наш ведущий пришел в себя Готовы продолжать съемку? Звери протоптали тропу И по ней очень удобно идти Вот, наконец-таки, мы и добрались до бобровой плотины Пока расскажу вам немного о бобровых плотинах Бобровые плотины бобры строят для того, чтобы защитить вход в свои хатки Так как у них достаточно много опасных врагов Один из них является волк Вход в бобровую хатку находится под водой Хотя сама хатка сухая Внутри хатки абсолютно сухо А также в ней лежат припасы и дети бобра Также бобровые плотины строят бобры для того, чтобы было комфортнее плавать в большем количестве воды Хотя про эту реку, как мне кажется, тут воды и так много Бобры строят свои плотины из палок Которые они сами обстругивают и собирают по берегу Также иногда они используют туда поваленные деревья Которые обгрызают сами А сам фундамент плотины делается из ила и глины Насколько крупное дерево может свалить бобр? Вот тут возникают некоторые вопросы Иногда они берутся за то, чтобы свалить дерево огромных размеров Но обычно у них это останавливается на половине пути В основном они валят примерно вот такие в диаметре деревья Бобры предпочитают осину и ольху Идят они не само дерево, а кору и ветки А еще бобры очень умные животные Давайте спустимся к плотине и посмотрим ее поближе Вот мы почти спустились к бобровой плотине Как мы видим, они тут протоптали своими брюшками и лапками тропинку Чтобы им самим было удобнее сходить в воду Мы видим завалы древесины и ила Которые бобры приспособили для своих нужд В центре плотины находится камень Который удерживает основную массу плотины Согласитесь? Крайне разумно Давайте посмотрим Крайне разумно Крайнеctions Крайнецион Крайне Vorsпании Составка В considering othermal creatures Три Как мы видим, гриб тоже вырос рядом с плотиной. Сейчас попробуем показать вам следы жизнедеятельности бобров, если мы их найдем. Возле плотины они всегда есть. Ракушка таких около... Таких ракушек около реки очень много на берегу валяется. В общем, перебрался на другую. Ради вот этих вот, чтобы показать кушарь, что бобры. Вот здесь у них они завалили дерево. И вот здесь мы можем наблюдать, что вся кора съедена. Все веточки обглоданы. Вот здесь обтесали очень хорошо. Вообще. И здесь все вытоптано просто. Они вот здесь вот, например, вот такой вот кусок забрали с собой. Куча щепок, как будто топором тесали. Представляете, какие у них острые зубы, что они перегрызают без проблем вот такую вот толщину. Они просто перегрызают без проблем. А вон основание дерева. Как будто подрубили топором. И потом оно завалилось. Бобры. А вот здесь спуск, кстати, в речку. И мы видим здесь след бобра. Вот, если присмотреться. Сейчас я попробую. Все руки мокрые. О! Вот такое у него слабище. Это подъем, по которому они поднимаются с речки и спускаются. Спускаются, кстати, скатываясь на брюхи. Выглядит достаточно забавно. Всем спасибо за просмотр. Если это видео понравилось вам, то, пожалуйста, оцените его. А также мы выпустим вторую часть, где заснимем бобров вживую. Попробуем заснять бобров вживую. Также на нашем канале будут регулярно выходить видео о природе. Спасибо. До свидания.